Зло Добро Интернет Обзор социальных сетей Здравствуйте, друзья! Я очень рад вас видеть в этот чудесный день. Правда, я вас не вижу, я вижу объектив камеры, да и день, может, у вас вовсе не чудесный. Ну, тогда просто здравствуйте, дорогие мои! Вы прекрасно знаете, зачем я вас здесь собрал. Мы продолжаем заниматься поиском настоящих самородков на бесконечных просторах этих ваших интернетов. И рассказываем вам о них. Мне лично всё очень нравится. Вам, надеюсь, тоже. А если вдруг нет, так милости прошу в комментарии. Мы с удовольствием почитаем критику от вас, самых лучших зрителей всего телевидения. Ведь у нас всё как в театре. Главный здесь кто? Зритель. Ну, не считая буфета. Так, ближе к делу. Героем этого выпуска стал Борис Герб. Погнали! На мокром причале нас волны венчали Жемчужными бузами первой любви Летящей походкой мы отправляемся на сайт артиста. А здесь всё как я люблю. Всё лаконично и скромненько, но в то же время со вкусом. На главной странице нас встречает сам Борис с гитарой. Здорово, что здесь всего три фотографии. Все красивые, и главное, в них не потеряешься. А хочешь посмотреть больше, так иди в фотогалерею. В разделе «О себе» можно узнать, кто такой Борис Герб и почему он Герб. А в разделе «Музыка» можно послушать целых три песни автора. Он пишет. «Я рад представить вам несколько песен со своего сольного альбома, который состоит из песен разных стилей, от поп до эстрадного шансона. Но в данный момент идёт работа в студии, и нет возможности представить все композиции». Ээээ, ну, ладненько. Но, может, хотя бы что-нибудь из раннего? М? Не? Где же ты, где же ты, где любовь? Расскажи, где найти мне тебя, где найти? Где же ты, где же ты, где любовь? Покажи, где найти мне тебя, где найти? О, смотрите-ка, в гостевой проходит рубрика «Вопрос-ответ». Крутотень. Вот в июле пятнадцатого года Прохор интересовался. Когда ждать новенькое? И, эээ, остался без ответа. О, а вот февраль 2014-го. Маргарита спрашивает, приедет ли Борис в Лобню? Но Борис отвечает, что навряд ли. Так, надо что-то делать, а то совсем тухленько. Ладно, пойдем в раздел «Контакты». Упс, тут телефон какого-то Сергея и электронная почта. Эх, зря обнадежил человека. Но на бал придется снижать. За сайт четверка. Я нашел официальную группу ВКонтакте. В ней полторы тысячи участников. Это здорово. Всего один фотоальбом. А фотографии загружены в него аж в 2012-м году. Новости появляются нечасто. Да и активности под постами нет совсем. И это печально. Еще ВКонтакте есть личная страничка Бориса. Там у него почти тысяча друзей. И 700 подписчиков. На ней есть возможность увидеть другие фоточки артиста. Вот, например, Борис с Радой Рай. А что у нас по новостной ленте? Ай-яй-яй. Ну как же тут намусорено. Нет, это никуда не годится. Артисты вы мои дорогие. Я сто раз уже вам говорил. Закрывайте свою стену. Иначе она превратится в корзину спама. А зрители могут выражать вам свою любовь в личных сообщениях. Ну, вот как мне такое оценивать? За ВК ставлю три. В Одноклассниках друзей у Бориса почти три тысячи. Но с новостной лентой дела обстоят еще хуже, чем ВКонтакте. Мало того, что здесь висят тонны виртуальных подарков, так еще сервис сообщает нам о каждом разе, когда Борис посчитал что-то классным. Дорогой Борис, это все можно и нужно отключить. Иначе гость вашей странички просто-напросто тонет во всей этой мусорке. И так ничего о вас и не узнает. Это касается всех при всех начинающих артистов и сколь угодно популярных звезд. Держите свои соцсети в чистоте и порядке. Тогда и фанатам будет приятно туда заглядывать. Ну, здесь я бессилен. За Одноклассники Борис получает двойку. Залезаем в Фейсбук. Вот страничка Бориса. Друзей здесь уже четыре тысячи триста. Хорошо идем по нарастающей. Пост от 13 февраля сообщает о праздничном концерте 8 марта. Но оценили эту новость совсем немногие. Спрашиваются, почему? Фейсбук, очнись! Тут Борис Герб вовсю поет, а вы палец вверх даже не можете поставить. Но надо признать, что Борис Герб не очень-то многословен в своих новостях. А иногда он и вовсе ничего не пишет. Поэтому доля вины артиста в низкой популярности у фейсбучников тоже имеется. А поэтому фейсбук получает тройку. Да, вот такая жизнь. Ну что, остается заглянуть в инстаграм Бориса. Здесь у нас и трех тысяч фолловеров пока не набралось. Но мы будем верить и ждать, да? Ага, пост про концерт 8 марта. 40 лайков. Это несерьезно. Учитывая, что комментариев под ней нет. И вообще, постить по одной публикации в месяц, ну, это как понимать-то? Так же нельзя. Инстаграм, ты пьян, иди домой. Два. Кстати, кстати, каждый четверг в эфире Шансон ТВ смотрите специальные выпуски программы «О чем поет страна», посвященные только одному участнику проекта. Если вы хотите стать героем рыбного четверга, присылайте больше клипов, больше видео, и тогда четверг станет и вашим любимым днём. Искусство принадлежит кому? Народу. Ну что ж, на сегодня всё. Ведите свои соцсети правильно и подписывайтесь на наши. Всех обнял. Борис Герб, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов.